Песня о войне Нет, 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 Саша, о войне и любви говорить не устану до тех пор, пока первая не уступит второй, но о любви больше. Поскольку Саша у нас, открою секрет, очень много время проводит на даче, я успею о своей даче. Когда душа мечтает о просторе, объединиться с тайнами любви, Помчимся мы быстрее по Божьей воле, к родным местам, где нет милей земли. За поворотом трассы подмосковной, старинный, милый, чудный городок. Отброется совсем уже недолго, Деревня Белосейха зовет. Отброется совсем уже недолго, Деревня Белосейха зовет. Зовет сосна, где всюду птицу слышишь, Гладь озерка, как небо синевы. Твоя земля участкомерно дышит, Дай я тебе хоть чуточку любви. Заметь, как люди, деревца смеются, Кусты малины словно говорят. С новиночки все песенки палются, Под яблоньками скрится милый взгляд. Люблю закат, на дачу он особый, Люблю потом на звезды высмотреть. И в этот мир душа, словно по новой, Стремится жить и вовсе не стоять. О Белосейхе еще напишут, Еще споют с рассветом соловьи. И вот она фраза, ради чего писала эту песню. Так пусть не только знают, но и слышат, Здесь наш рубеж земля, а с ней мы. За поворотом, трассы подмосковной, Старин и милый, чудный дорогой. От броницы совсем уже недолго Деревня Белосейхе зовет. Аплодисменты Про сирень? Про маму! Девушка говорит, мечтает, Дмитро все проехать. Нет, про сирень, про сирень. Про сирень? Ну, хорошо. Пожалуйста. Слово сегодняшнего юбиляра закон. Объясни, откуда песня появилась? Ну, вкратце, в то время, когда я служил, я был замглавного редактора двух пограничных журналов. Мне довелось брать интервью у очень высокопоставленного человека, значит, на Лубянке. И в тот момент, когда я брал интервью, позвонил телефон, звонок из Зеленограда. И там, тогда еще префектуры не было, был гурсовет. И оттуда сказали, что вот, мол, по указанию мэра города Москвы хотят провести фестиваль, и первый международный фестиваль московский «Виват Победа». И вот для этого фестиваля от каждого рода войск нужно представить автора исполнителя, а от пограничника нет никого. Ну, и вот генерал, с которым я беседовал, сказал, ну, так вот, ты же вот вроде поешь, вот давай тебе и петь. Но там было условие, нужно было спеть песню, которая никогда нигде не звучала, и чтобы эту песню спел тот, кто ее написал, и сам себе саккомпанировал. И вот я стал перебирать, вроде как-то уже какие-то песни пелись, уже вроде звучали. Пришел домой в расстроенных чувствах, а время дали три дня. Через три дня я должен был выступить от всех погранвойск, представляешь, какое задание директора практически пограничной службы. Я вообще, помню, тогда аж за сердце хватался. Вот пришел домой, включил трехпрограммник и попал на интервью, значит, мэра, и, значит, вот он говорит, а вы помните, какая была довоенная Москва? Она вся утопала в сирене. Сирень была во двориках, в скверах, на площадях, в всяких трамвайных и каких-то других остановках. И это было даже сразу после войны и потом развивалось. А помните, как гадали, любишь, не любишь, ели эти лепестки, как счастливый трамвайный билет? Сирень, когда отцветает 140 сортов сиреней, есть на свете белом листья, очень долго дают кислород такому огромному, многомиллионному мегаполису, как Москва. В общем, всем хороша сирень. Давайте считать сирень. В Москву пришла сирень. Мне запала эта фраза. В восемь вечера я сел на кухне, и утром, в восемь утра песня была готова. Раз за четыре ночью приходила, жена вот так на меня смотрела. Ну, я был, так сказать, усиленный охраной госграницы. Короче говоря, утром написал, показал песню Виктору Трофимову, Александру Минаеву, Михаилу Михайлову. Это все наши друзья, вы не знаете. Мне сказали, знаешь что, давай-ка ты вот с ней выступи. Я с ней выступил. И получил, так сказать, как бы, ну, первое, не первое. Занял, получил авторский приз, значит, стал лауреатом по авторской песне первого фестиваля. Там, это фон дали грамоту, там, в общем, вот с этой песней. А потом Демидов в военном университете, который руководит кафедрой, наш дорогой дэш-курсант знает его, заслуженный армист России, полковник Демидов. Вот он уже неоднократно с этой песней выступал и в Кремле, и везде. Я ему разрешил ее петь без проблем. У него голос красивый, хороший. Да, ну, тогда тем более, ты его знаешь. Вот такая маленькая история по песне. У нее, конечно, есть еще и другое продолжение, но я сейчас не буду об этом. Нет, ну, все будет. Да, все. В Москву пришлось ей, так радио твердило, нам запахом следов любовь свою дарила. И наполняя грудь божественным желанием, промолкнуть забудь ее любви дыханием, любимая сиренья. Пришла в мою столицу, в синевый бульвар, где доброта на лицах, где в аромате грез белит, словно свадьбой, махровая сирень, повенчанная тайной. На Москву напала плащ, на плащ, на плащ, как верный страх, я стою, она дурмает, огняет. Под сиренью, как цветы, на скамейке я и ты, все невзгоди, годы мимо проплывают. В Москву пришлось ей, гадо-нежданно, в душе моей апрель, и что-то недосказанно. В Москву пришла сиренью, в любимую желанную, путоны синих феи. Силились первозданную, зеленые пусты, считались, словно люди, их майские листы. Как в музыке прелюди, тень солнца не гони, укрой влюбленных в тени, заметив, что они гадают на синих. На Москву напала плащ, на плащ, на плащ, как верный страх, я стою, она дурмает, огняет. Под сиренью, как цветы, на скамейке я и ты, все невзгоди, годы мимо проплывают. Российская звезда сияет на погоне, история живет в синевой Москве, защитника любви. Готари надежды и тихо положи на звезды свою нежность. На Москву напала плащ, на плащ, на плащ, на плащ, как верный страх, я стою, она дурмает, огняет. По сиренью, как цветы, на скамейке я и ты, все невзгоды, годы мимо проплывают. В Москву пришла тень. Метро или потом? Сразу, чтобы уже... Или мама. Вот есть одна девушка, прекрасная, к сожалению, жена Майя. Вот, значит, ну, так случилось, что когда я перевелся из Алматы в Москву, когда я распался в Союз, мне предложили работать в Московском пограничном институте. Училище тогда было в Медведково, в Бабушкино, наш институт, пограничный. А жил я на Юго-Западной. И вы знаете Москву, представьте себе, с Юго-Западной каждый день пять лет подряд до Медведково и обратно под всей Москвой. Два раза в день, минимум. А поскольку я был командир, еще было и суббота, где были паркохозяйственные дни. Вы знаете, что это такое. Знаешь, шесть дней подряд. И вот я заметил такой эффект. И заходишь в метро, а рядом с тобой какая-нибудь симпатичная девушка. Стоит или сидит. Ты же не будешь так на нее смотреть. Как-то не культурно, не солидно. Но как только вагон въезжает в туннель, ее отражение сразу видно на стекле. И дальше происходит один и тот же эффект. Девушки менялись, женщины менялись, а эффект оставался один и тот же. Как только дама увидела себя в зеркало, как бы, в отражении, она сразу начинает трогать голос и поправлять это сто процентов. Вот, замените. И меня это так достало за пять лет, что я решил написать песню. Я ее так и назвал. Девушка и метро. Жена, прослушав песню, сказала. Старый, толстый, лысый, а все туда же. На что я и ответил, а куда же еще? Итак, девушка и метро. Если сильно отжелать лишь добра, Это значит безумно молиться, Завлекло чувство мигом вчера. Наблюдая метро, метелица, Глянет синих вагонов при стенах. Вдруг стекло отразило улыбку, Почему-то опять захотел Сделать в жизни еще раз ошибку. Осторожно закроются двери, Поезд дальше к дорогу несет. Я в случайное счастье не верю, Но надежда на счастье живет. По глубоким Москвым лабиринтам Я смотрю на картинку «Петро». Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Растворилось и мне повезло. Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Растворилось и мне повезло. Сердце стукнет в бисные колес, И напротив заколка над щелкой, Под экспресс усыпляющий звук. Как стоишь, как треска, девчонка, Как мне хочется всем досказать. Вот, другая моя, будем друзьями, А минуты все катятся вспять. И привычный вновь голос над нами Осторожно закроются двери, Поезд дальше к дорогу несет. Я в случайное счастье не верю, Но надежда на счастье живет. По глубоким Москвым лабиринтам Я смотрю на картинку «Петро». Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Растворилось и мне повезло. Неужели опять, как обычно, Мне стоять и грустнить о своем? А тем временем челка привычна Может, скажет, сейчас мы сойдем. Поезд дальше восьмой уплывает, Мысли струны, мотивчик поют. Шесть секунды приятно летают, Отметая душевный уют. Осторожно закроются двери, Поезд дальше к дорогу несет. Я в случайное счастье не верю, Но надежда на счастье живет. По глубоким Москвым лабиринтам Я смотрю на картинку «Петро». Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Растворилось и мне повезло. Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Растворилось и мне повезло. Может быть, повезло. Может быть, повезло. Спасибо. Валерий Мазастарев, ребят, запомните имя. Вы еще его много будете слышать. Ну и сразу из раздела поздравизма. Пару лет назад мы отмечали 55-летний юбилей вот этого вот Маленького толстого лысого полковника в очках. И захотелось поздравить его стихами. Дважды отличнику, полковнику-пограничнику. Опять Валерка всех подвел под монастырь, На цифру пять поднявшую планку, чем был ста. Его бы в храме сочинять псалмы в стихи, А он стихами отнесли не поотстал. Она живет в его душе, как первоцвет, Когда в Москву приходит первая сирень. А над рекой встает ликующий рассвет, И песни петь ему по-прежнему не лень. Он загорается от звездного ковша, Как только муза снова в зоре позарет. Шершавость рифмы подчищает, Не спеша про пограничную тропу и невосвод. И нет спасенья от пронзительности фраз, Когда о маме он поет простым стихом. На мокрых лицах блещет соль горящих глаз, Не оставляя равнодушия ни в ком. А песня льется от слезы и до небес, Под ритм гитары, что сменял на башмаки. На стёртых струнах бы давно поставить крест, Но ведь звучат из-под полковничьей руки, И зажигает офицер монастырёв нейтральных душек, Огоньки скрипящих струн. И мотыльками на лучи тех маяков Летят сердца, а он поет, как кот Баюн. Нет, наш полковник не пойдёт под монастырь, И его не скрутит пограничная тропа, И пусть не сложится его стихий псалтырь, Лишь бы талантище Валерки не пропал. Какой там к чёрту пятьдесят плюс цифра пять, И что за немощь беспокойства от дорог. Тебе, вот дружи, сам Господь сулил писать, Стирая с пылью колонки и блеск сапог. Валер Монстров. Ну, а сейчас я прошу приготовиться Дипломанта нашего сегодняшнего вечера, Александра Шамова, да, Пока он идёт с гитарой, Пока будет подключаться, я буду Тричетверостишая. Это вот финальное стихотворение в моей книжке, Как бы вот эмоциональное такое, В продолжении этого разговора. Протяни, попробуй век, То в мычанье, то в молчанье. Кто-то скажет, Человек может жить без восклицаний, Я не пробую скулить, Жаль себя, Сквозь пальцы время Не пытаясь процедить. Лучше, Вдёрнув ногу в стремя, Разогнать бегу коня, Распалить лихое слово До душевного огня. Эх, судьба, Звезда, Подкова, Александр Шамов. Человека очень легко распознать В экстремальной ситуации. Я хочу сказать про именинника нашего вечера. Сегодня тот, кто представляет Свою новую творческую дочь, Про Александра. Человек прошёл одну из войн. Сего с 17-го года, Чтобы вы знали, По настоящий день Советский Союз Участвовал в 53 войнах И военных конфликтах. То есть на каждый год Получалось За 75 лет Почти по одной войне В год. И вот Вы знаете, что мы в декабре живём. Как вот про войну не петь, Если 70 лет всё-таки юбилей Контрнаступления под Москвой. Песня написана По воспоминаниям моего крёстного дяди, Который уже ушёл из жизни. Шамова Павла Семёновича, Которому в 41-м году было 50 с лишним лет Его взяли Как хорошего плотника Строить какие-то Сооружения Брестской области. Началась война, И он старшиной отступал до Москвы, Защищал Москву, Выжил в боях под Ржевом, Дошёл до Берлина, Дошёл до Эльбы. На поле Осыпалась рожь, Над полем Возглас смерти Танки. Ты в этот миг Осознаёшь всю немощь Штыковой атаки. Под каску сжался Целый мир, Тот, что остался За тобою, Ну а подря Командир Гранатой Приготовить к бою. А брус Вверх Втарила Броня Встал Первый Танк Огнём Объятый Вот загружил Тоже будет Не в накладе. Вот Чертыхая Старшина Штык Трёх Линейки Приладил. Ну что, Сынки мои, Пора. Сейчас Покажем Супостату Над полем Разнеслось Ура! В бой Штыковой Пошли Солдаты. Для нас Рассвет От дыма Стал Закатом Кто не погиб Последний раз Проснулись Сквозь Грохот Ротный Крыл Фашистов Матом Кричал Нам Чтоб Мы цепью Развернулись Мы Из пожара И Разлива Пода Все Без сапог И Позабыв Порядки Но Сохраняя Боевой Порядок С винтовками В руках Пошли На танки Здесь Нет Окопов Не за Что Укрыться И От врага Нам Не Пристало Побега Ведь Это Нашей Родины Граница Земля Родная И Родное Небо Нам Нужно Здесь Недолго Продержаться Ведь Мы К войне Готовились Не Даром Вставай Страна Огромная Держава Смети Смети Врага Ты Я Разным Ударом Мы Для Тебя Последнее Отдали Мы Хлеб Растили Мы Варили Стали И На Танки Пасеком Шагаем Вечность Без суеты Крика За Россию Мы Молчат За Нее Уходим Вечность Все Для Вас Молодец Для Присутствующих Женщин Чтоб Я Вас Не Пугался Дикими Песнями Песня Написана Уже Здесь В Москве Осеннее Блестит На Лужах Тонкий Лед Сад И Зажжет Осенний Холод А где-то Саксофон Поет О том Что Уже Не Молод О том Что Он Давно Устал И Что На Все Глядит С Улыбкой А тут Еще Какой Скандал В него До слез Влюбилась С крика С крики С крики С крики Он смею ласков и навык, А только ведь он ей не пара. К тому же он, увы-увы, Давным-давно влюблён в гитару, Его избранница горда. А она его не понимает, И с ним не будет никогда, А скрипка девочка страдает. Не спит он ночи напролёт, Но каждый день в осеннем сквере Охрипшим голосом поёт, О том, что он в любовь не верит, О том, что он давно встал, И что на всё глянит с улыбкой. А тут ещё какой скандал, В него до слёз влюбилась крика. ПЕСНЯ Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. А где-то саксофон поет О том, что он уже не молод. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Воевали мы честно, Снова больно, От слова колючего цинк. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег осенний холд. Плескит на лужах тонкий лед, Сады зажег шир Öyle смотрятся на ветк, И, встали бы нас, И наград нам не надо. Ордена не вернут нам Всех тех, кто погиб, Не украсят они костыли и протезы Не излечат от ран, не спасут от обид Когда силы нет жить, ордена бесполезны Снова больно от слова колючего, цинк Спят друзья вечным сном, к облакам прикоснувши Пусть им снятся всегда возвращения сны Мы выводим войска, там оставили души Из Афгана выводят войска, там оставили души Спасибо, Саша Еще обнимемся Спасибо, ну вы заметили, да, как только появляется эта тема Уже и слог другой, и энергетика другая Действительно, хоть мы и договорились не петь сегодня, не читать военных стихов Но не можем без этого, ребята Поймите, это не просто наша душа Это наша боль Это боль за то, что в стране все меньше и меньше помнят историю Молодые поколения ее, к сожалению, не учат Мы иногда в школах, проводя уроки мужества Вот в таком же формате, читая стихи, рассказывая с песнями Приходим с портретной галереи, которая у нас есть В одной из московских школ в районе Люблено там более 130 поводин наших современников, совершивших подвиги Рассказываем детям в школах Дети удивляются Подчас нам в лоб говорят, что, оказывается, Великую Отечественную войну выиграли американцы А советские воевали против американцев вместе с Гитлером То есть полнейшая чушь, люди ничего не знают А если нет корней, то нет и будущего Для нас очень важно сохранить вот эту связь временных поколений И поэтому в наших стихах и песнях, конечно, может быть и нет красивой рифмы Но обязательно есть что-то больше Это публицистика Это заявление о том, что мы не можем смириться с тем, что происходит вокруг нас Это наша гражданская позиция И спасибо, Саша, что ты поднял эту тему Я, с твоего позволения, продолжу Я думаю, что Вовка тоже не удержится Да, Володя? Вот, видите, Курдубан, Володя Да, я еще хотел одну вещь сказать Вот, если бы вы видели, как реагируют люди на фестивалях вот на эти песни Их нет по телевизору Они не звучат по радио Под них нельзя потанцевать Если только сильно пьяным там или овкоренным, обдолбанным Но вот мы были на разных фестивалях, в том числе на легендарном Грушинском Три года подряд в последние мы ездили Нас там не ждали Нам там не рады Нас на всех конкурсах пытаются задвинуть куда-нибудь подальше Вместо лауреатских званий дать дипломы, звание дипломантов Но мы все равно пробиваемся, выходим на гитару, поем свои песни И уже два года подряд у нас там есть своя собственная площадка Которая называется Площадка Победа А Космонав Гречка за нас Ну, Георгий Михайлович, да, он с нами Всегда приходит к нам на площадку и поет батальонную разведку вместе с нами Это очень здорово И Белый Купол нашу, да, десантная песня Дело в том, что Как люди реагируют Вот, понимаете, там целая толпа Там город из палаток И куча площадок И люди предоставлены сами себе То, что хочет, то и творит И как только вот выходишь Выходит Саша Шамов Выходят наши ребята с гитарой И начинают петь вот такие песни Я вот наблюдал много раз Наряд милиции идет С собакой Там со всякими приспособлениями Чтобы предотвратить всевозможные террористические акты Они забывают о службе Останавливаются и стоят Начинается наше выступление Перед нами, ну, там, десятка-полтора людей После второго-третьего куплета песни На порядок больше Через 10 минут выступления Вся поляна забита людьми Люди просто останавливаются Подходят и просят еще, еще, еще Я почему это говорю? Это наша жизнь, это наша судьба Я очень благодарен своему сыну, Диме Который пришел сегодня сюда Потому что он представитель молодого поколения Его тоже это волнует Ему тоже предстоит служить Служить в армии Служить в родине Отдавать свой дом Однажды наш друг Которого зовут Александр По фамилии Высоцкий Приехал ко мне на дачу Вот, о которой Валерия говорил Мы сидели на беседочке Долго с гитарой До глубокой ночи Уже не одну опласта шили Емкость, которая у нас называется Рюмочка чая И пошел душевный разговор И вдруг Санька Высоцкий А это участник войны в Афганистане Обладатель крабового берета Уже после Он Принимал участие в захвате Известного бандита Радуева На Северном Кавказе А в Афганистане Он был пограничником Оборачивается ко мне Говорит Санчел А тебя как по отчеству? Я говорю Григорьевич А в армии кем был? Говорит Срочно Я сержантом заканчивал Знаешь У меня в Афгане Был друг Сержант Сашка Карпухин Только по отчеству Иванович А потом он мне рассказал Как на его глазах Вот этот Его друг Мой тезка Совершил подвиг Ценой своей жизни На следующий день Он уехал А я как Тигр Лев Клетки Ходил по своему участку И ничего не смог С собой поделать Во мне все Вот это вот Болело Гудело Но потом понял Что надо взять Просто лист бумаги И вот появилось Стихотворение Которое называется Диалог Там три Александра Не запутайтесь Приветствую Санчал Здравствуй Тезка Давно не виделись С тобой Твоя кудрявая Прическа Покрылась Нынче сединой Ну как дела Да все нормально Вот только Время против нас Года жестоко Пунктуально Его крадут За час и час Бросай Конведь Тебе не катя Давай обнимемся Братан Его врагам Пускай не хватит А нам Безмерный океан О чем задумался Карпуха Да просто Вспомнил Твой рассказ И пули в сердце Слово В ухо Как тезка Мой Колонну спас Как на Афганском перевале Фугасом Выбило КамАЗ А он Опомнившись Едва ли На БТРе Вжал Ногас Он видно Понимал Что время В тот миг Забилось У виска И надо Сбросить В пропасть Время Горящего Грузовика И БТР Путь колонни За дело Что время Нам по полной Мерят Живем Мы как-то Неумело Но кто-то Нам с тобою Верит А значит Есть И цель И силы Господь Здоровьем Не обидел Давай Нам гадим Водки Стылы Чтобы Никто Войны Не видел Спасибо большое Ну чтобы На Грузовом Не заканчивать Я Немножечко Другое Тоже Популярное Из того Что помню Что без Подглядки Ксюша Кто-то Из вас Прыгал С парашютом Поднимите Руки Нет Тогда Расскажу Прыгал Да Иван Ну тогда Иван Не даст Мне соврать Когда Раскрывается Куба Парашюта А ты прыгаешь С 800 метров Высоты То Среднее время Снижения До момента Приземления Порядка Трех минут И у нас У десантника Есть такая Пословица Десантник Три минуты Орел Остальное Лошадь То есть Три минуты Полетал А потом Трое суток День идешь Ночь копаешь Но Эти стихи В принципе Совсем о другом Только начинается С этих слов Я хотел бы Сказать спасибо Нашим сегодняшним Хозяевам Этого замечательного Кафе Мы Не в поле У нас нет Полевой кухни Но у нас есть Замечательные люди Которые здесь Работают И это им Как бы Знак благодарности Стихи Об полевой Кухни Говорят Три минуты Орел Остальное Десантник Лошадь Кто в походных Колонн Нашел Вряд ли Скажет об этом Проще Гул моторов Открытый люк Белый купол И хочется Песни Об размахе Распахнутых рук Держишь шарик Земной И тесный А потом Шагать по горам Пыль в глазах На зубах Песочек Помечтать Не успеешь Там о прохладе Березовых ночек И только Кухня полевая Настроение Нам прибавляет И тропленная Гречка С галеткой Станет Роспифом С белой Салфеткой У привала Судьба коротка Лейтенант Наш Полковник Мужик Не робкий Взвод Подъем А КС В руках И за сопкой Новая сопка Нам Кирзовый Назначен Путь Взять Площадку Для вертолета И держаться Простая Суть И такая Вот Братцы Работа А наша Кухня Полевая За десантом Не поспевает И поэтому Завтрак Туриста Как Наваристый Борщ Душист Поднимает И картошечка С редкой Тушенкой Хороша Как письмо От девчонки Володя Я тебя Приглашаю На второй Труп Не хочешь? Валер Ты хочешь Подъем Давай А я Предвожу На втором Труп Подъем Не хочешь Извиняюсь Первый раз Как-то сразу Меня вызвали Я Одну Функцию Не Выполнил Дело Дело В том Что Перед уходом Суда К сожалению Наш товарищ Володя Щепицкий Схватился За Спину До сих пор Не проходит Его Болячка И он То сказать Но тем не менее Он сказал Неполитович Включай Интернет Распечатай То что я Хочу сказать И зачитай Нашему Юбиляру Александру Карпухину То что Меня нет Ну пусть Вот это вот Прозвучит Говорит И лично Вручим Что я и Выполняю Мне С твоей Душой Как общаться Приятно Так общаться Приятно И не Столько И не столь Потому Что В формате Моей Вопреки Словоглудию И неоднократно Никогда Не стремился В створ Вельможных Дверей Потому И идем Мы Своей Дорогой Нашим Душам Приемлем Вместе Выбранный Путь Чтобы Внуки Прочли Как Чисты Мы Пред Богом Как В неправедном Мире Мы нашли Свою Суть Ильич 17 17 Часов 9 Минут Владимир Ильич Щепицкий Наш Единомышленник Подполковник Запаса Закончил 100-й выпуск Московского Общевойскового Командного Училища Вот Он Лауреат Премии ФСБ Он Собирает Первый Начал Сбор Значит Собирать Картин Фотографии Сначала Потом Стал делать На холсте Картины Собирать Тех Офицеров Которые Погибли Закончили Московское Училище И погибли В Афганистане Причем Смысл в том Что он Собирает Фотографии И Собирает Всю Суть Подвига Этого Человека Неважно Он герой России Или просто Имеет Орден Или вообще Фотографии Он солдат Кто угодно И После этого Рисует Через Своего Знакомого Художника И не одного Два портрета На холсте Один портрет Обычно В нашем понятии Дарится Непосредственно Родственникам При проведении Урока Мужества А второй Вручается Остается В галерее Эта галерея Находится В Юго-Восточном Обруге Города Москвы В районе Люблино На верхних полях В школе 20-10 Это единственная Школа В Москве Российская Норвежская Школа Там изучают Норвежский язык В этой школе Предоставили нам Возможность Организовать Эти музеи Те, кто здесь Присутствуют Приглашаем В этот музей Там не один У нас музей Музей Памяти Мы Солдастки Выполнили Свой долг Честь Спецназ И в то же время Есть отдельный музей Беслана Он единственный Такой музей Нигде Такого Больше музея Нет За исключением Самой Этой школы В которой Произошла Эта трагедия С терроризмом Нас поддерживает Очень замечательный человек Значит Наш автор Сегодня Аня уже говорил Это Герой России Единственный Оставшийся Живой В Беслане Полковник ЦСН ФСБ России Вячеслав Бучаров Вот И поэтому Вот Он Владимир Ильич Возглавляет Этот музей Является Нашим Таким Руководителем Культурно-патриотического Центра И вот Он также поэт Очень такой Достаточно Креативный Вот И Вот он написал То, что я передал Сейчас Значит Саше И его поздравления Я Еще раз От его имя Да, сейчас И Крайне Значит Я вот Уже Не как автор-исполнитель Еще хочу Прочитать одно Сскворение Значит Я вот Увидел Случайно У Аскара Уайда Такую фразу Нужно Мыслить Как художник А жить Как буржуа Меня эта фраза Так зацепила Так вот Я долго ходил И думал Как же так вот Жить как буржуа И мыслить Как художник И так далее Вроде фраза Такая классическая Она меня все-таки Подделала Я долго ходил Пока не выдал Значит Он как у буржуа Стать богатым Что ж Отлично Но сомнения Целый воз Что творить Опять привычно Так же будешь Вот вопрос Когда море Пред глазами Яхта Входит В личный Порт Евродоллары В кармане Вряд ли Творчество Придет Сейчас поймем Сейчас поймем А где там Кричать Ты знаешь А где так Сюда Все Все Выходи Поем Сейчас поем Ветеран 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 Все Ветераны Есть же Ветераны У нас Он сидит Строит Метро Подземное Поклон ему В пояс От всех Москвичей Виктор Кардуглан Ветеран Ветеран Какой Наш Ветеран Вопросов Нет Да Витя Вот тебе И таким Как ты Не только Сережа Кузнецов Может эту Песню Петь Мы тоже Поем Не грусти Ветеран Все Когда-то Проходит И Твое Чувство Боли Когда-то Пройдет Ты Не зря Воевал И хоть Годы Уходят Никуда От тебя Твоя жизнь Не уйдет Ты не зря Воевал И хоть Годы Уходят Никуда Никуда Твоя жизнь Не уйдет Разлетятся Птенцы По Нередовым Странам Разнесут Твою Боль По Заморским Краям А на Сердце Рубцы Дай Душевные Раны Память Лишь Сохранит Да Вот Песня Моя А на Сердце Рубцы Дай Душевные Раны Память Лишь Сохранит Да Вот Песня Моя Пригодимся Еще Не погинули В силы И в поход Позовет Боевой Барабан Со спиной У тебя Как и прежде Россия Так поднимем Бокал За нее Вечера Со спиной У тебя Как и прежде Россия Так поднимем Бокал За нее Ветеран Ждут Тела Впереди Подними Своё Стреля И себя За минутную Славой Спроси Поднимайся Иди Зараславляться Не время Дорогой Ветеран Не грусти Не грусти Обнимайся Иди Расслабляться Не время Дорогой Ветеран Не грусти Не грусти Не грусти Ветеран Все когда-то Проходит И твоё Чувство боли Когда-то Пройдет Ты не зря Воевал И хоть годы Уходят Никуда От тебя Твоя жизнь Не уйдет Ты не зря Не зря Воевал И хоть годы Уходят Никуда От тебя Твоя жизнь Не уйдет Спасибо 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 Мозг Просили Значит Про маму Слово Мама Для всех Настолько Святое Что Невозможно Как-то По-другому Реагировать На Это слово Песня написана Во время Боевых действий В Дагестане Вот Ну Нет Тут уже Было Объявлено Что Друг Александра Карпухина Из Дагестана Я Преклоняюсь Перед Мужественным Народом Дагестана Который Выгнал Басаева С родной Страны С нашей Российской Федерации И Не позволил Бандитам Надругаться Надмерным Населением И Так как Проявили Мужество И героизм Местные Жители Это надо Еще Об этом Будет Книга Написана Вот Ну А В отношении Песни Так вышло Что БТР Подогнали К горе Генерал Дал команду И Хлопцы 18-летние Человек Там 100-150 Автомат К автомату Сели Рядом На гору И Как бы Как бы Как кафедра Получилось А мы На броню Залезли И с брони Били Концерт Делали Для них Трагичность Ситуации Заключается В том Что Вечером Мы должны Были Делать В палатке Концерт Для них И Практически Более 20 человек Не вернулось Назад Они Подорвались На мини И мы Мы Пели Песни Мы Помним Даже Сержанта Этого И вот Так Вот Вышло И вот Там Когда Я Вышел Начал Петь Спел Пару Песен И уже Командир Дает Команду Давай Все Хватит А Я говорю Ну что Вам Еще Спеть Они Говорят Товарищ Полковник Да Хватит О войне Хватит Спойте О маме О маме Спойте И вот Там Родилась Песня Практически В ней Нет ни Слова О войне О маме Пока живу Я буду Ее петь У каждого Имени В жизни История Видимо Только Своя Но Это Желанное Словом И шепчем Везде На планете Земля Раскрыты Глаза И руки Обвиты Прижаты За плечи Твои Ведь Мы Это Дети А с нами И внуки Создатели Вечной Любви Только Я Человек Человек Егип Усень Заля Прекрасно тебя Прости за ошибки И горечь страданий За все Словом за нашу жизнь Которую лепим Мы сами с усами И плачем в семье катаклизм Прости, знаю, больно В минуты отчаяния Нет нас, но мы ведь хотим Быть рядом на сердце Развеять печаль И в мыслях тебе долетим Только мама Солнышко дарит тебя Только мама Знает прекрасно тебя И так будет мудро и вечно Во все времена и века Великое слово Звучит Понятное Наверняка Пусть годы, как горы С вершинами льдинок Виднеются Синяяя си Мы к ним доберемся По душам тропинок Стараясь любовь Принести Только мама Солнышко дарит тебя Только мама Знает прекрасно тебя Только мама Солнышко дарит тебя Только мама Знает прекрасно тебя Солнышко дарит тебя Солнышко дарит тебя Солнышко дарит тебя Вольск И поэтому я так Чуть-чуть Могу ошибиться Но она Мне очень Дорога Вот она Да Возможно Возможно Витя Кардуман Вспомнит сейчас кое-что Из своей юности Но Афганское Но Может быть и нет Не знаю Но Мой братишка по всходу Просто чокнутый был Каждый раз засыпая Об Алене твердил Что стройна как березка И коса все из льна Успокойся немножко Помогите Братва Подмосковные дали Травы манят Как сон Мы заочно влюблялись Неревним Неревним был он Водолётных и слых Я всегда был вместе Все делил на троих Чай, три кружки, три хлеба Он мне письма читал Я любил строчки Как в бреду силовал Но Война не утеха Был такой там расклад Разделили на группы Дорогой нам каскад Я на севере первом Он был север второй Через годы узнал я Как прошёл этот бой То последний исполнил И Алену нашёл Рассказал, как любил он И как в бездну ушёл БТР был подбитым Наклонил в пропасть нос А потом, словно птица За него третий тост БТР был подбитым Наклонил в пропасть нос А потом, словно птица За него третий тост В связи с тем, что наш юбиляр-десантник носит это гордое имя постоянно, везде. И много раз на уроках мужества рассказывает о десантной темняшке. Показать? Да, и может тоже показать сейчас, если кому надо посмотреть, что он в ней. Я как пограничник, в связи с тем, что в пограничках тоже были десантно-штурмовые группы, и у нас просто тельники зеленые. Вот, но, да, вот, обратите внимание, сейчас показывают, снимают этот эпизод, что действительно сегодня при презентации книги, значит, демонстрируется десантная тельняшка. Это круто. Тот, кто хотя бы чуть-чуть понимает, что такое десантник, и они поймут правильное такое. Но я отдал должное этому атрибуту, значит, песни. Около памятника погибшим в Афганистане на Поклонной горе я пил ее специально для Карпухина через телефон. А теперь пою, тем более он ее показал сейчас лично. Привычная рубашка для тела так нужна, полосками покрыта и издали видна. А сердце бьется гордо и мужеском в душе, характер неспокойный, все теплится в тебе. Я чту ее, как знания, на швах заметил вслед, что на плече оставил душманский рикошет. И запекшаяся память дает один ответ. Братки, гордитесь ею, храните тысячу лет. Десантная тельняшка под пулями была, Как Бог тебя хранила, по жизни берегла. Десантная тельняшка прошла дороги все, Под камуфляжем виден Афган в твоей судьбе. Под кленом из девчонки до утренней зари, Поются песни звонко, так вы неизвестно шли. Там даже листья плачут и боль всю не внять, А нежность скажет тихо, да и тельник постирать. Десантная тельняшка под пулями была, Как Бог тебя хранила, по жизни берегла. Десантная тельняшка прошла дороги все, Под камуфляжем виден Афган в твоей судьбе. Десантная тельняшка под пулями была, Как Бог тебя хранила, по жизни берегла. Десантная тельняшка прошла дороги все, Под камуфляжем виден Афган в твоей судьбе. Спасибо. 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 Это к тому, что, знаешь, как говорили, Что с каждым годом, как один упор тупеет, Все тупее и тупее, да? Значит, Александр говорил о том, Что сразу же после практически окончания войны В Южной Осетии, в Сенуале, Через сколько мы там были? Где-то мы третьего сентября, В сентября там были. В третьем сентября мы были в Беслане, Во Владикавказе, третьего сентября. А в Сенуале уже позже. А в Сенуале чуть позже. Ну, в общем, словом, не тогда, Когда знаменитые артисты туда приехали, Через год отметиться. Мы были первыми. Да, мы были первыми. Любовь приехала через неделю после такого. Да, 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 да. Любовь приехала через неделю, когда мы уехали. Но не в этом дело. И там, естественно, общаясь с людьми, Которые участвовали в боевых действиях, Была написана песня. Плетеная коса, Вино, как кровь, лоза, А на горах роса и лишь в глазах слеза. Весь мир теперь узнал. Название Схинвал Плюс куру ревнял, Где весь народ восстал. Южная Осетия. Хлеб добра неси. На севере и юге Одну любовь неси. Старейший род из древле Мальцов уму учи. Хранив Россию веру, Георгий Вастерджин. Хранив Россию веру, Георгий Вастерджин. У строгих гор посты, Те речки и мосты, Там мирных всюду труд, На рады песни льют. Не победит народ, Который им поет. Теперь весь божий свет В Осетию идет. Южная Осетия. Хлеб добра неси. На севере и юге Одну любовь неси. Старейший род из древле Мальцов уму учи. Хранив Россию веру, Георгий Вастерджин. Хранив Россию веру, Георгий Вастерджин. Лесской судьбы река, Ляхвы берега, Любовь как жизнь и клад, Она у Арсендиад. За дружбу тост налей, В нем урожай полей. Звучит для осетин. Дунэ, дунэ, дунэ. Южная Осетия. Хлеб добра неси. На севере и юге Одну любовь неси. Старейший род из древле, Мальцов уму учи. Хранив Россию веру, Георгий Вастерджин. Хранив Россию веру, Георгий Вастерджин. Ну, наверное, мы уже заканчивать будем. Да, мы уже заканчиваем. И поэтому... Утром всем на работу? Да. Что, дорогие друзья, спасибо большое за то, что первый плев говорит комом. Ну вот как получилось, так получилось. Дальше будем втягиваться в это дело. Это не первая, но далеко не последняя наша встреча. И на разных площадках мы встречаться. Презентации будут. И пока вышел только первый тираж этой книжки. В ближайшее время я буду... Послезавтра поеду уже на переговоры, чтобы заказать повторный тираж. Вот. Так что милости просим. На нашей встрече следите за информацией. А сейчас я предлагаю сфотографироваться на память по общей традиции. У нас всегда так принято. Давайте здесь где-нибудь возле сцены застанем все вместе и сфотографируемся. Спасибо. Спасибо. Иди сфотографироваться. Не пошел нашел. Так, название. Занима. Я не знаю, что я могу сказать. Я как-то не знаю, что я могу сказать. Иван. А вы... Ты что, мне... Тебе, ты... Иван.